Ну, конечно, каждый хочет золота. К этому стремиться надо. Этот ценный груз она привезла из Португалии. И такое серебро иногда дороже золота. Чемпионка России по плаванию на короткой воде Юлия Шишова пришла в спорт в 4 года. Занятия в бассейне помогли ей в прямом смысле встать на ноги. У Юлии с рождения ДЦП. Сейчас бабушка чемпионки с улыбкой вспоминает ее первые погружения. Ну, в лягушатнике, представляете, все одна ребятня, махонькие все. И все балалахтаются. Держишь, ну, чтобы работала. То есть вы ее на собственных руках держали? А как же, да, чтобы она держала, чтобы она хотя бы руками и ногами двигала. А потом, когда начала плавать чуть-чуть, и в бассейн. Теперь Юлия готовится к паралимпийским играм. Они пройдут осенью в Бразилии. Но чтобы оказаться в Рио-де-Жанейро, саратовской спортсменке необходима финансовая помощь, чтобы оплатить сопровождение Юлии. Поддержку нашей чемпионки готов оказать депутат городской думы Сергей Крайнов. Народный избранник считает, что спорт помогает людям с ограниченными возможностями вести полноценный образ жизни. Я понимаю, плавание, это купальник, полотенце. Вроде небольшие затраты, это с первого взгляда. А так, как бы, если разобраться, то это тоже затраты. И вот поездка, она же будет не дешевая. Это надо отправить ребенка, да еще сопровождающего. Поэтому надо помогать. Вообще, нашему спорту надо бы помогать. Паралимпийские игры в Бразилии должны стать самыми масштабными в истории и по количеству спортсменов, и по числу видов спорта. Добыть золото в Рио-де-Жанейро надеется и Юлия Шишова. Надежда Новикова, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.